На этом уроке мы рассмотрим очередной закрытый дебют, ортодоксальную защиту. Первый ход белых. Д2 на Д4. Черные. Д7, Д5. Белая пешка С2 идет на поле С4. Черная пешка Е7 на Е6. Таким способом черные сохраняют паритет в центре, но остаются с плохим слоном на поле С8. Если его удастся развить, не сдав при этом опорные пункты в центре, то можно будет говорить об уравнении игры. Третий ход белых. Конь Б1 на С3. Черные отвечают. Конь Ж8 на Ф6. После этого хода на доске ортодоксальная защита. В случае, если бы на третьем ходу черные сыграли бы пешкой С7 на поле С5, то у нас получилась бы защита Тарыша. А при ходе пешкой С7 на поле С6 славянская защита. Оба этих варианта будут рассмотрены на других уроках. В этом дебюте мы будем рассматривать довольно много вариантов развития событий в зависимости от того или иного хода соперников. Как мы это уже делали, обратимся к схеме и обозначим порядок рассмотрения материала. Итак, первые три хода и определяют собственно ортодоксальную защиту. Четвертый ход. Белые могут сделать. Конем Ж1 на поле Ф3. Обозначим это как вариант 1. А могут пойти слоном С1 на поле Ж5. Это вариант 2. Дальше в варианте 2 мы прибегнем к такой нумерации вариантов, какой пользовались при изучении испанской партии. То есть первая цифра в номере варианта – это собственно номер варианта 2. Второе число – номер хода, где играющий может пойти тем или иным способом. А третья цифра – это номер возможного варианта этого хода. Итак, черные на четвертом ходу могут пойти и дислоном Ф8 на поле Е7. Это вариант 2.4.1. Основной вариант. А могут пойти конем Б8 на поле Д7. Вариант 2.4.2. В основном варианте мы будем рассматривать пятый ход черных пешкой H7 на поле H6. Это вариант 2.5.1. И вариант 2.5.2, когда на пятом ходу черные делают короткую рокировку. В варианте 2.5.2 шестой ход черных может быть конем Ф6 на поле Е4. Вариант 2.6.1. Или конем Б8 на поле С6. Вариант 2.6.2. И последнее. В варианте 2.6.1 мы будем рассматривать два варианта ответа черных на одиннадцатом ходу. Это ход конем Б8 на поле С6. Вариант 2.11.1. И вариант 2.11.2, когда черные пешкой Д5 бьют пешку С4. Итак, приступим к рассмотрению дебюта. Ортодоксальная защита. Вариант 1. Белый делает четвертый ход конем Ж1 на поле Ф3. Дальше может быть так. Черная пешка С7 идет на поле С5. Белая пешка С4 бьет черную на поле Д5. Черный конь Ф6 бьет пешку Д5. Белая пешка Е2 идет на поле Е4, атакуя коня. Черный конь Д5 бьет коня на С6. Пешка Б2 бьет коня на поле С3. Черная пешка С5 бьет пешку на Д4. Белая пешка С3 бьет пешку на Д4. Черный слон с поля Ф8 становится на поле Б4, объявляя шаг белому королю. Белый слон защищает короля. Черный слон бьет слона на поле Д2 и объявляет шаг белому королю. Белый ферзь бьет слона Д2. Черный делает короткую рокировку. Белый слон идет на поле С4. Черный конь идет на поле С6. Короткая рокировка у белых. При этом позиция приблизительно равна. Приступаем к рассмотрению варианта 2. Четвертый ход белых слон С1 идет на поле Ж5. Как уже было сказано, черные могут ответить двумя способами. Сначала рассматриваем вариант 2, 4, 1. Слон Ф8 идет на поле Е7. Это основной вариант. Белый пешка Е2 идет на поле Е3. Дальше рассматриваем вариант 2, 5, 1. Черные делают ход пешкой H7 на поле H6. Это так называемый вариант тортаковера Макогонова-Бондаревского. Первый тортаковер ввел его в практику. Остальные двое, Макогонов и Бондаревский, успешно развивали его. Черные стремятся фианкетировать белопольного слона, создать подвижный пешечный центр. Белые ходят слоном Ж5 на поле H4. Черная пешка Б7 на Б6. Белый конь Ж1 идет на поле Ф3. Короткая рокировка у черных. Белая пешка С4 бьет пешку Д5. Черный конь Ф6 бьет пешку на Д5. Белый слон H4 бьет слона на Е7. Черный ферзь Д8 бьет слона на поле Е7. Белый конь С3 бьет коня на поле Д5. Черная пешка Е6 бьет коня на Д5. Белая ладья А1 идет на поле С1, занимая линию С. Черный слон С8 идет на поле Е6. Слон неожиданно меняет намерение. Белый ферзь Д1 идет на поле А4. Черная пешка С7 на С5. Критическая позиция варианта. По-видимому, ни одна из сторон не имеет преимущества. У черных есть несколько продолжений. Теперь рассмотрим вариант 2-5-2, когда черные на пятом ходу делают короткую рокировку. Белый конь G1 идет на поле Ф3. И здесь мы рассматриваем два варианта ответа черных. Сначала смотрим вариант 2-6-1. Черные делают ход конем Ф6 на поле Е4. Это защита ласкера, где черные сразу приступают к разменным операциям. Белые сохраняют определенную дебютную инициативу. Однако оборонительные ресурсы черных достаточно велики. Белый слон G5 бьет Е7. Черный ферзь Д8 бьет слона на Е7. Белая пешка С4 бьет Д5. Черный конь Е4 бьет коня на С3, атакуя ферзя. Белая пешка Б2 бьет коня на поле С3. Черная пешка Е6 бьет пешку Д5. Белый ферзь Д1 идет на поле Б3. Черная ладья с поля Е8 идет на поле Д8, защищая пешку на поле Д5. Белая пешка С3 на С4. Белые борются за господство в центре. Черные могут реагировать двояко. Рассматриваем вариант 2.11.1. Конь Б8 идет на поле С6. Белая пешка С4 бьет Д5. Черный ферзь Е7 идет на Б4 и объявляет шах. Белый ферзь защищает короля и бьет ферзя на поле Б4. Черный конь С6 бьет ферзя на поле Б4. Белая ладья А1 идет на поле С1, захватывая линию С и нападая на пешку С7. Конь Б4 бьет пешку на поле Д5, защищая пешку С7. Белый слон Ф1 играет на С4, атакуя коня. Черная пешка С7 идет на С6, защищая коня. Белый конь Ф3 идет на поле Е5. Черный слон С8 идет на поле Е6. При этом черные не испытывают серьезных затруднений. Другой вариант ответа на 11-м ходу. Это черная пешка Д5 бьет С4. Вариант 2.11.2 по схеме. Белый слон С1 бьет пешку на С4. Черный конь Б8 идет на С6. Белый ферзь Б3 идет на поле С3. Черный слон С8 идет на Ж4, атакуя коня. Белые делают короткую рокировку. В этом случае у белых небольшое преимущество в пространстве. Однако их королевский фланг скомпрометирован. Вернемся к шестому ходу черных и рассмотрим вариант 2-6-2. Конь Б8 идет на поле Е7. Белая ладья А1 на поле С1. Наиболее активный ход. Черная пешка С7 на С6. Белый слон Ф1 идет на поле Д3. Черная пешка Д5 бьет С4. Слон Д3 бьет пешку на С4. Черный конь Ф6 идет на поле Д5. Это наиболее точная защита, предложенная Хосе Раулем Капабланкой. Черные стремятся к разменам, чтобы остудить атакующий пол соперника. Белые продолжают. Слон Ж5 бьет Е7. Черный ферзь Д8 бьет слона на поле Е7. Белые делают короткую рокировку. Черный конь Д5 бьет коня на С3. Белая ладья С1 бьет коня на С3. Черная пешка Е6 идет на поле Е5. Этим ходом черные наконец-то потенциально вводят в игру слона на поле С8. Мы рассмотрели все варианты, возникающие после четвертого хода черных слоном Ф8 на поле Е7. Теперь рассмотрим вариант 2-4-2. Когда черные на четвертом ходу сделали ход конем Б8 на поле Д7. Белая пешка Е2 на Е3. Черная пешка С7 на С6. Белый конь Ж1 идет на поле Ф3. Черный ферзь с поля Д8 на поле А5, связывая коня белых. Это Кембридж-спрингская защита, основанная на использовании временной связки коня на поле С3. Белым придется обойти ряд подводных камней. Сильнейший ход за белых в этом случае конь Ф3 идет на поле Д2. Также они могут бить пешкой С пешку противника Д или слоном побить коня на поле Ф6. Мы будем рассматривать основной вариант. Конь Ф3 идет на поле Д2. Черные играют. Слон Ф8 на поле Б4. Белый ферзь с поля Д1 идет на поле С2. Черная пешка Д5 бьет С4. Слон Ж5 бьет Ф6. Конь Д7 бьет слона на поле Ф6. Конь Д2 бьет пешку на поле С4, нападая на ферзя. Ферзь с поля А5 уходит на поле С7. Некоторая инициатива белых уравновешивается наличием у соперника двух слонов и отсутствием слабости.